Экологически чистая родниковая вода ледникового происхождения. Стеклянная бутылка содержит полную информацию на арабском языке и соответствует международным требованиям. При экспорте воды в Дубай отечественные предприниматели уделили особое внимание оформлению и собственно качеству. Есть в планах расширение, потому что потребность есть, но нам необходимо расширять производство, увеличивать производственные мощности. Для того, чтобы хорошо экспортировать большие объемы, нужна соответствующая инфраструктура. Это высокопроизводительные линии. Линии должны быть тоже премиального качества. Это европейские линии однозначно. Это все играет в принятии решения партнеров. Местная компания, более 20 лет полностью обеспечивающая внутренний рынок, начала экспортировать воду на внешний. Вода, которую ранее закупали в Объединенных Арабских Эмиратов, теперь нашла покупателей в арабских. Наряду с этим и национальный продукт Курут с особым дизайном также начал завоевывать зарубежные рынки. Приток иностранных капиталов является индикатором для развития рынка. Соответственно, экспорт любой продукции в Кыргызской Республике это очень хорошо, потому что это не только внутренняя циркуляция денег, а именно приток внешнего капитала. Считаю, что это правильное направление. Другие компании также должны это взять себе на пример. И надо учитывать, что сейчас, ввиду того, что соседние страны часто у нас блокируют экспортные отношения, либо товар с высокой добавленной стоимостью необходимо экспортировать, либо те товары, которые легче, не только дорожные, имеет экспортное отношение, а еще и другие альтернативы. Такие товары необходимо экспортировать. Без этого рост экономики вообще не предусматривается. По словам специалистов, далее при правильном и рациональном использовании воды есть все предпосылки для того, чтобы это направление превратилось в экономически выгодный источник. В настоящее время есть ряд стран, заинтересованных в Кыргызской воде, которые намерены заключить долгосрочные контракты. В будущем, если наша продукция будет широко экспортироваться в такие страны, как Корея, Китай и Турцию, а это миллионный рынок, можно будет получать до 30% от общего дохода.